Второе послание Иоанна, первая глава, четвёртого стиха. Я весьма обрадовался, что нашёл из детей твоих, входящих в выиски, как вы получили заповедь от отца, и мыли прошу тебя, госпожа, не так, чтобы заповедь принести свои детей, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Второе послание Иоанна. Какой том? Малыш Роман, это третий том. Микрофончик, только отключи, от тебя, шум будет. Любой уже состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Толкование. Поистине, дело весьма радостное найти человека, непредкновенно идущего поприщем веры во Христа по его заповеди. Какая же это заповедь? Та, о которой Христос говорит в Евангелии. Кто любит Меня, тот соблюдёт заповеди Мои. Читаем Евангелие от Ана 14, 23. Отцом называет Десть Христа. Так, звуки у кого? Отцом называют Десть Христа, потому что Он есть и Отец тех сыновей, которые по домостроительству даны Ему Отцом. Как сказано. Кот я и дети, которых дал мне Бог. Считаем. 1318. Примечай. Примечай. И здесь подлинность настоящего послания. В этом случае оно согласно со сказанным в первом послании, читаем в 5 главе 2-3 стих. Мы знаем, что любящий Бога соблюдает заповеди Его. Ибо поступать по заповедям то же, что соблюдать их. Добродетели деятельны и бытие имеют тогда, когда совершаются. По всему, кто перестал ходить в добродетелях, тот и не хранит их. Ходящий. Сказано, в смысле указать на преуспеяние. Ибо чем более кто действует в добродетели, тем далее уходит вперед, тем больше приобретает навык к добру. Посему, думаю, сказано и сие. Во что желают проникнуть ангелы. Об этом читаем 1 Петра 1-12. Ибо блага, дарованные нам во человеческом со словом, столь велики, что и ангелам желательно получить, хотя некоторое понятие они. Ибо так нужно понимать проникнуть. Всякий благоразумный желает того, что не прекратится, но продолжится навсегда. И как неисчерпаемое нельзя всецело объять, то желательно, по крайней мере, несколько возможно сделаться участником в нем. Далее, сущие не как новую заповедь. Толкование проникается. И объясняет о любви, что сущность ее заключается в хождении по ней. И заповедь о ней есть заповедь от начала. И дана не для чего иного, как для того, чтобы вы поступали по ней. Ну вот и сразу вопрос возникает. Заповедь от начала. То есть от начала заповедь, которую отец дал или которую сын дал. То есть он что хочет в этом послании сказать, что сын и отец одно толкователь нам толкует, что сына Христа называют отцом, потому что Бог ему дал детей. Ну вернее, сам Христос говорит, вот я и дети, которых дал мне Бог. Читаем у Исаии вот это пророчество. Ну и сам Христос говорит, дети, сын и да. То есть Бог Христу дал детей, значит Христос становится отцом. И он нас детьми называет. И вот здесь вот заповедь от начала не та, которая новая. То есть что он имеет ввиду? То есть заповедь Отца и заповедь Христа, любви, это одно и то же. То есть делаем вывод, что сын и отец одно. Вот что он. Потому что дальше вот первый, седьмой стих начинается со слова Иба. То есть что такое Иба? Это вот как бы вывод свыше следующего. Почему он об этом говорил? Дальше вот мы читаем седьмой стих. Ибо многие обольстители вошли в мир не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. И вот читаем толкование еще на этот стих. Когда мы исполняться, мы устанем. Заповеди о любви убеждают единение. К тому, чтобы они не переходили к обольстителям, которые уже ходят по миру и отвергают происшествие Господа во плоти. Говоря о хождении по заповеди, данное от начала показывает, что мнение заблудившихся еретиков ново и убеждает верных держаться этой изначальной заповеди, а не увлекаться обманом еретиков. Ибо и Христос своим ученикам относительно обольстителей заповедал. Многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. Не ходите в свет книг. Сайм Лука 21.8 Итак, всем, соблюдающим заповеди, повелевает не обманываться, но почитать антихристам того, кто скажет это. В греческом тексте сказано, не исповедующий Иисуса Христа грядущего, а не пришедшего во плоти. Из чего видно, что были некоторые отвергавшие второе пришествие Христова. И сам Господь, когда говорит, что многие придут под именем Его, говорит не о первом своем пришествии, а о втором. Впрочем, совершенно справедливо, что отвергающие второе пришествие не признают и первого. Ибо если Господь приходил уже во плоти и обещал еще прийти, то, очевидно, отвергающие второе пришествие приходят и первое. Кто верует, что Господь приходил, тот с верой примет и обещание Его. А кто отвергает обещание, тому ничто не препятствует отрицать и первое пришествие. Посему-то полагаю и выразился апостол грядущего, а не пришедшего, чтобы одним словом обнять отвергающих оба пришествия Господня. Для большей ясности перед этим нужно подразумевать, кто не исповедует всего, а потом уже читать, кто есть областитель и антикризм. Из этого добавления речь не полна. Суда, подойдите. Ну вот, давайте теперь порассуждаем. Значит, я понял, что заповедь, мы как новым, это все-таки имел ввиду, имелся ввиду Христос, что Он дал заповедь, и мы должны соблюдать Его заповеди, заповеди Христоса. Держи. Как Вы говорите о пришествиях, которые не верили в Его пришествие в Аплоте. Они тогда уже были, когда Иоанн писал. И сегодня они есть, отвергающие пришествие Господа в Аплоте. Сегодня это так называемые свидетели Иеговы. Они не верят, что Иисус Христос пришел в Аплоте, что Бог Отец пришел в Аплоте. Он сам о себе говорит, я и Отец одно, что видел меня, видел и Отца. Вот они и приходят под именем Его. Под именем Христос сегодня вот тоже один называет себя Христом. Много люди продают имения. Сейчас не могу сразу так вспомнить. Кто может быть помнит, что бывшие военные? Вестарион, наверное? Да, 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 Вестарион. Ну, у меня доповедано их не слушать, не ветить им. А многие верят и упорно доказывают, что у нас в чате вопрос договорился один. Три Бога, что ли, мы верим в трех Богов. Если в Троице, где Троице написано, мы им говорим, все и средства уперения. А это добавлено, то есть он уже не верит Бог ему, отец, Христос не открывает это, если Бог не открывает человека, то мы так можем ответить. Он не верит. А вы мне докажите. Ну, как докажите? Либо человек верит, либо не верит. Либо верит обольстителям вот этим. А как узнать, обольстители или не обольстители новые? То есть они новые, вот эти обольстители, новые заповеди. То есть они позже возникли. Когда вот спрашивают, а в каком году возникли? Какая разница? Или у тех же пятидесятников, у баптистов. А какая разница? Да было в чем-то и очень большая разница. Православная вера возникла раньше, она истинная. Все, что... То же в нее, то искажено. Невозможно исказить то, чего не было прежде. Христос дал свое учение. И вот эти вот... Под именем Его вот еще что опасно. Он говорит, я Христос. То есть второе происшествие, я пришел. А Христос как учил? Не верьте. Не верьте. Многие придут под именем Моим. Ну кроме вас Виссариона, то есть я больше не встречал, которые будут. Я говорю, что именно я Христос. Может их кто-то знает? А Мария и Деви Христос еще? Кто? Мария и Деви Христос, как тогда раньше говорили. Мария и Деви Христос раньше это говорили. Ну я не слышал, но вот. Мария и Деви Христос. А еще где-то на Украине что ли? Мария? Деви Христос. А, что женщина что ли? Ну да, как вроде так, что такое было. Да, Мария и Деви Христос, ее посадили. Они в Киеве там облили, в общем, иконы испортили. Их посадили, сажали. Была такая сеть там. Белые абрации взяли. Умирал. Так, ну, что как бы тут можно добавить? Пожалуйста, кто желает. И вопрос, может быть, задать по вот этим стихам. Ну вот, старообрядцы говорят, что только наша вера от Бога. А остальные все отлипали вот. Старообрядцы говорят. Наша вера от Бога только. Да, старообрядцы говорят, да. Так что вы теперь, вот, не коняне, не получается областители, антихристы, что ли, если у них они говорят. Новая вера. Да, они прям так говорят, что кто щепотит крестится, тот вроде как. И той веры. Так а щепотит, а ни слова в Евангелии-то не говорится. Вера-то евангельская. Мы так же веруем, как и они, что Христос пришел во флоте. Символ веры один и тот же православный. И потому что, ну, сатана разделил не на чем. Два раза петель, три раза петель. Разве что это на спасение влияет. Я вот думаю, что этим допустил вот, как вот протестантизм, тоже допущенный Богом. Как-то я так думал, но не знаю. Это лично так. Как-то я так думаю немножко так. Но я не знаю. Попустил. Ну, попустил. Для чего я попустил? Попрос. Чтобы нас всех ополстили, или чтобы мы бодрство или твердо оставили веру в свою православную? А чтобы неверующих захватить неверующих, чтобы вере пришли. Так же Иисусу Христос. Иисусу Христос. Если возможно, принести и избранных сказано. Да. Принести и, если возможно, избранных и все. Ну, чего там. Ну а Богу-то надо, чтобы Ильдиздон их пристилит ее. Зачем он попускает вот эти вот вещи? Ну надо ненавидеть, будем одного дракона, а людей надо будет спасать. Не будем ненавидеть одного дракона. Дорогая. Не надо спасать, а дьявола ненавидеть. Ну человек смекляется, значит становится родом дьявола. Вот и юридик он, я не знаю, как вот он, он враг Божий, то есть он искажает истину, но он понимает, что он искажает, ему истинная вера в хостелы. Я им не знаю. Хорошо, они вот не соблюдают ничего, там посты, а это у наших родинок тоже они ничего не понимают, не успенский пост, ничего не понимают. А как-то надо выходить на правильный путь как-то надо выходить. Ну, искренне-то искренне, но понимаешь, они дали себя обольстить вот этим антихристам. То есть я не говорю сейчас о протестантах, которые исповедуют Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. То есть они исповедуют троицу. Бактийские пятидесятники, они здесь, если конкретно брать его в юридиках, которые утверждают, что Иисус Христос не крючок в оплоте, то они здесь не подпадают, то есть они все-таки веруют. Но это речь о свидетелях Егова. То есть они искренне заблуждаются, но спасет ли их на страшном суде, и это истинная наша? Нет, не спасет, потому что ни один юридик написан не спасет. Тем более они отвергают происшествие Христова. Христос говорил согласно вот этому слову, по слову у нас Господь будет судить, они не войдут в Савское Божие. Антихристы, то есть. Господь, пришедшего в оплоте, они это отвергают напрочь. Не верят. Нет. Братья, о чем мы сейчас говорим? Можно я чуть-чуть это... Ну, кто может тут до конца понять путь Господень или мысли Господней? Все мы знаем отчасти. Мы же никто не в полноте, не обладает, так сказать, знаниями о Боге, знаниями Божьим. Сказано как это в Твером Послании, вот мы учили. Духа Божия и Духа Заблуждения. Узнавайте так. Всякий Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в оплоте, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в оплоте, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь уже есть в мире. Все. А говорить, что вот мы ближе, там это самое, ну, все относительно, Господь судит, не мы. Мы знаем от учения, что наше учение, оно идет от апостолов, имеем апостольское преемство. А там судить, кто ближе, кто дальше, спасается, не спасается, ну, все. Главное, чтобы было апостольское преемство, вот в чем дело. Тогда уже и цепь. Ну, вот мусульмане, значит, они Христа в оплоте не приняли? А при чем тут мусульмане? Они не христиане. Естественно, не принимают, значит, Дух Антихриста, не принимают Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. Какой может разговор быть о христианах? При чем тут христиане вообще? Ой, мусульмане имею в виду. При чем тут они вообще? Ну, мне что нравится, что они роят, признают, а еговы не признают роят. Ну, мало ли что, они могут хорошего. Вон, Игнать их не знается, что они целомудренно с женщинами их одеваются, ну и что? Они спасены, что ли, все? А Христа не признают? Вы священному писанию верите? Или чему? Или то, что имеет вид благочестности, а силы его отвергшиеся? Чему вы верите, мусульмане? Иудеи есть, и все есть, которые очень могут внешне красиво понравиться. А на самом деле гробы навапленные, имеющие вид благочестия, а силы отвергшиеся сверху красиво, внутри всяких мерностей, нечистот полных, Христос сказал. Вот и все. Какие же мусульмане? Значит, на них надо поставить крест и призвать к Христиану? Ой, крест это очень хорошо поставить, если они согласятся. А вы попробуйте его перекрестить осенним крестом знаменем. Живыми останетесь, значит, исповедница, а не останетесь, мученница. Крест ни на чем нельзя ставить? В том смысле, в том, что вы говорите. Вот. Это неправильное выражение даже. Что значит крест ставить? Мы должны всякой плоти пытаться проповедовать и нести Слово Божие. А говорили, что спасительная вера у них это грех и обольщение и поклонение антифрицу. Все. Я так же говорю, что у них спасительная вера. Ну, а что они говорить вообще? Зачем у них говорить вообще тогда? Восьмое-девятое. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. всякий приступающий учение Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Толкование. Заповедует тем, кому пишет, остерегаться людей, отвергающих Обо пришествия Господня. Представляет и причину именно то, чтобы, приставши к ним, вам не потерять того, что вы сделали, но получить полную награду. Иной из такого рода людей, быть может, скажет, «Если я не верую в пришествие Христово во плоти, но проведу жизнь в добрых делах, уже ли с этими делами не могу стать вместе с благочестивыми? Уже ли не могу получить награды за свои дела?» Апостол вперед уничтожает такое возражение. Он говорит, «Кто отвергает пришествие Христа во плоти, тот пусть и не думает ни о получении полного воздаяния за дела, какое продлежит истинно верующим, ни о причтении себя к совершенно благочестивым. Напротив, всякий приступающий заповедь Его, то есть Христа, пришедшего во плоти, и не пребывающий в учении Его, не имеет Бога. Она наше окошко. Ибо, если на того, кто пришел научить людей совершенному богопознанию смотрят с пренебрежением, то как может быть еще благочестивым, когда презирает самого учителя? Нет, такой человек безбожник равно как тот, тот тверд в учении Христовом есть Божий и Бога любезья и есть в тебе всю полноту Божьего кла, то есть Отца и Сына и Святого Духа. Ибо Христос учит об отце, когда говорит «Все, что имеет Отец, есть Мое». Читаем Евангелие Атарана 6, 15. Во многих местах учит о себе самом и об отце, что один отец, а другой сын. Учит о духе и когда говорит «Дух Святой, который от отца исходит», еще яснее, когда говорит «Крестья их во имя отца и сына и Святого Духа». Евангелие Атмосфера 28, 19. «Если ученик Господа сказал здесь только об отце и сыне, а о духе святом и молчал, то этим нисколько не соблазняется, ибо здесь и следовало сказать только об этом». То есть об отце и сыне пребывает в учении Христом, то есть в евангельском. Тот, кто выслит в соответствии с ним, учит, действует, соображает с ним всю жизнь внутреннюю и внешнюю, а кто удаляется от него, тот безбожий. Ибо, как вот, кто живет в точности по сему учению, усвояет себя Богу, подобно Аврааму, который посему и услышал от него, «Я Бог твой». В Петерии 17.1 «Так тот, кто живет не по заповеди евангелийской, живет без Бога, потому что сам удалил спят Бога». Но тогда, как сей, то есть отчуждавшийся божественного учения, живет без Бога, и бывающим в этом учении имеет и отца, и сына, об этом и сын сказал, «Мы придем к нему и обитель у него сотворим», то есть вместе с отцом, читаем Евангелие Атарана 14.23, «Ибо через соблюдение заповеди он сделал себя храмом и жилищем Божиим, и Бог сиделся в него». Слово «Иметь Бога» употребляется в боях в смысле. Говорится, что и все твари имеют Бога, как апостол Павел выразился, «Мы им живем и движемся и существуем», читаем книги Деяний 17.28. Так говорится в отношении к бытию, опять, «Когда кто служит Богу добродетелями, говорится, что он имеет Бога». В этом значении и называется Бог Богом Авраама, Исаака и вообще Богом любезных евреев. Сказанному теперь надо представить, кто имеет Сына, тот имеет и Отца. Ибо видевший Сына, как Сам Он, сказал «Видев и Отца». Он же сказал «Я в Отце и Ответ во Мне». Читаем Евангелие Корану 14.9.10. Поэтому и отсюда познается единосущая Отца и Сына. А если кто скажет, в таком случае тот, кто принимает учеников, имеет Отца и Сына, потому что сказано «Принимающий вас, принимает Меня, а принимающий Меня, принимает пославшего Меня». Читаем Матфея 10.40. Такой пусть знает, он говорит худо и понимает неправильно. Ибо это сказано об учении. Кто добровольно принял апостол приучение их, тот через них принял учителями и Отца и Сына. И иначе пребывающие в учении имеют и Отца и Сына, а апостолы пребывали в учении, потому что и проповедовали его. Посему принявшие их храмы Божьей через самое принятие их имеет пребывающего в них Сына и Отца. Вот такое пространное толкование. И вот сейчас мне открывается, что даже люди, называющие себя христианами, исповедующие, верующие в Троицу, но не принимающие учения апостольские, которые дал Иисус Христов, не в полноте. Их можно слева называть безбожниками. Искажающие учения это еще опаснее, потому что они говорят правду и правду примешивают ложь. И поэтому многие им верят охотнее, потому что они говорят правду. Вот. после первого и второго вразумления отвращайся. Отвращайся. Написано. Они искажают учение евангельское. Искажают. И чтобы тебе не пойти у них на поводу, будь тверд своеверен. вот старообрядки да, тут не видишь никуда. Это можно и поучиться. Наша вера истинная новость. Если бы они держались так за евангелие, за толкование, а не за три перстата, два перстата. И бы можно было похвалить за это. То, что мало важного тут. Бог в силе все сделать. В силе все в Божьей руководит. Что вы имеете в виду в силе все сделать? И старообрядка повернуть. Куда повернуть? Повернуть, ну, чтобы так, правильно, что правильно, что чтобы они не... В таком случае должно быть все старообрядцами, что ли? Если как они считают, что они нету Бога? Такое слово, чтобы спасти, значит, надо быть все старообрядцами, что ли? В этом плане повернуть, что да, если старообрядцы, допустим, считаешь, только они спасенные, а остальные не спасутся, они должны доказать, почему мы не спасемся. В чем наша вера неправильно копить никониану, многообрядц? Ограды разные, ну, на мой взгляд, это не несет важно 2.6-3.6-7. Вот это основное спирать, стологел-то был никон-то на чем? И зачем это дело надо делать никон-то тоже конечно вопрос. И их попытались ставить на место никониану, сколько было галений на них. Русско-православная зарубежная церковь принесла в этом поконяли, а остальные ждут чего-то. они такая же церковь, но вот так понимают истово. А у нас любой свидетель иегов бабушке подойдет православная ходящая в храм ставящие свечки и скажет а вы знаете как Бога имя? Нет, он скажет иегов, она будет подойдет все сетки на следующий день. Потому что православная это она православная а евангельская вера православная ей не дали к сожалению и она не захотела ее взять но писем ищите и найдете стучите и отворят вам я по себе когда я искал Бога я стучал и молился и Господь мне открыл открыл русскую православную церковь за границей я тоже думал что это юридики сектанты я тогда считал себя православным только на разборке для писан что не он до сих пор разбирает Сергей бабушке в первую очередь Библию не дали и в этом все заблуждение что нет учения да библию да но и давши библию нужно дать и обязательно толкование потому что одной библии недостаточно у всех хитампов она библия и синодальные переводы такие заблуждения все а мы вот счастливые я считаю это у нас есть и православная вера и толкование но это толкование имеют возможность читать рассуждать сравнивать вот дальше второй том а в третьем томе книга откровения там прям сравнивается тысячелетний царский христа как и там ты понимаешь это тысячелетний царский как православные и выявляется ложь начинаешь понимать они любят они неправы и здесь сейчас считаем толкование как они могут быть правы если бы они отвергают второе пришествие Христова которое Христос обещал что он уже пришел святые львовы они сколько раз пророчествовали что будет мессия пришествие уже пророки ну я так говоришь он говорит а кто нас пророками мы не пророки то есть сектант он такой как куш на сковородке между пальцем раз его взять невозможно он сказал что и тут же а я не говорил и как с ним невозможно это нечто такое зловещее и неуловимое это веритики сектанты с ними нужно быть очень осторожными мудрыми и кроткими в то же время и и терпения нужно а может быть и не нужно терпения с ними вообще один два раза сказал вразумение не принимай человека отойти там молись и все всему свое время бог силен обратить да пример есть обращались и зеветиков православия много просит слово у вас Михаил Гордеев пожалуйста не долго только и по первому требованию прекращайте пожалуйста микрофончик включите Михаил мои предки старого обряда привезли из Тобольска два воза книг я видел эти книги и рукописных много и печатные были библии не было но на протяжении 1800 700 лет они библии не видели у них были вот эти книги апостольские и прочее и святых там было и им достаточно было давай их оставим в покое им библии они не хотели читать библии почему мама моя говорила вот один в деревне в нашей читал библию и святнулся с ума сошел а где эти книги Михаил сейчас я призвался в армию в 1953 году они были дома еще у отца отец был жив вот а уже после приехал я поздно ничего там я только один часов не взял и икону саданскую и чай и больше ничего не взял когда мать забиралась в деревню это уже были 70-е годы наверно кто-то забрали там верующие они наверное забрали книги разнесли господь господь и смерть конечно ну они 1700 1700 лет раньше ведь библии не было библия вот она мы получили недавно совсем библию раньше были книги только то что они имели но вот эти книги они цитировали библию выдел что как так можно допустим принимать апостолов христовых и не принимать христа это же не так как они библию не читали у них ее не было или они ее отвергали ну не было же ее библии Сергея тогда сжигали были гонения на эти книги почему именно вот в библии не было остальное тогда никакого гонения на эти книги не было книги то ведь ну христианство к нам пришло на Русь тысячу лет назад ну вот и когда здесь уже ну мы же все предки были они не прописка части из Тумы по-моему вот откуда вот и богатые они были там дружинки были а потом когда вот они никоянство не приняли и бежали в Топольск дошли там остановились а Топольск тогда еще города-то не было просто это место было и они там жили еще полтора века и храмы построили и прочее все а когда дошли уже опять гнать стали из Топольска они пришли сюда на Тай смотри сейчас значит у них сохранено старообрядство в решеположении до Косовских времен конечно конечно судей любят это вот самое главное ну это главная для истории но кроме этого еще должно быть и сохранено учение а если они называют себя старообрядцем и говорящим что у них истинная вера не приняли веру никонианскую либо они не знали истинность своей веры как так можно не принять одно и то же а то что у них не было библии то они не хотели новое принимать друзья мои вы понимаете что никонианская наша вера она в россии я имею ввиду она вышла тоже старообрядческой все были старообрядцами и просто заставили креститься по другому и все и библии тоже в домах как не было как ни у никониан так у старообрядцев не было и одни и те же книги о чем вы говорите у греков и у греков не было православных библии вот так в домах о чем вы говорите у армян не было у вегетариев подожди а как же она у нас-то сейчас оказалась библия была в церкви она была так она была так первая библия геннадьевская 1480 год приведена еще до до раскола она была рукописная библия геннадьевская вторая вот эта библия острожская 1583 год у меня она была перепечатать ну конечно она была она вот и есть у меня есть острожская библия она была но она не была в домах она не была доступна ее не читали люди читали полеи полеи были такие вот там были выдержки из священного писания из всяких благочестивых библия полностью она в домах ее практически не было да никогда в истории практически в домах не было в широком пользовании ну это неудивительно написано мало спасаемых у кого-то было мало но это не значит неправильно говорить что их не было но я с вами во все дни до скончания века значит где-то он во все дни она была она была у второбрядца 1480 год при Геннадии Новгородском переведена была но читать-то ее в домах не читали и попрыгали полуграмотно не то что миряне вот какая беда была и мы-то не коньяне вышли получили только креститься по-другому стали а те же самые старобрядцы разницы-то никакой нет ни у тех ни у других это не ладно в России да везде было и в Польше и в Греции там все греки такие же были и армяне такие же были а библии были так формально может в каком-нибудь там на 10 монастырей одна ни то не все книги есть в общем так пойдем пойдем дальше 10-й 13-й стихи 2-го послания Иоанна 1-го 1-го кто приходит к вам и не приносит всего учения того не принимайте в дом и не приветствуйте его ибо приветствующие его участвуют в злых делах его многое имею писать вам но не хочу на бумаге чернилами а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам чтобы радость ваша была полна приветствую тебя дети сестры твоей избранной аминь толкование тех кому пишет послание апостол предостерегает чтобы они приходящего к ним без исповедания учения Христова не только не принимали под кровь свой но и не удостаивали приветствия потому что приветствия от нас должно быть делаемо только тем ко единонравным и единоверным с нами ибо кому мы должны молить благополучие как не единонравным и единоверным с нами если же будем приветствовать нечестивых что прилично только в отношении к единонравным и единоверным то этим показываем что мы в общении с ними и что они уже увлекли нас в своем нечестии причиной почему настоящее и следующее за ним послание изложено кратко апостол поставляет то что надеется прийти сам и при личном свидании восполнит недостающее некоторые на основании этих слов думают утверждать что послание сие написано вмиг женщине а к церкви тем кто так думает я нисколько не спорю ну вот давайте порассуждаем значит на приветствую не приносит всего ущения не приветствуйте как это сегодня соблюсти приветствую как сказать сосед знает что он здоров приветствую слово написано не принимайте в дом Сергей в дом кто к тебе приходит в дом дальше и не приветствуйте его не принимайте в дом и не приветствуйте его в дом придет сосед не засорить что ты его не примешь ну да кто может располковать с протестантами здороваться нельзя или как вот я вас спрашиваю вот нам и вам послание вот у нашей допустим вот прислали пишет вот нам вот сейчас сегодня к нам вот что-то вот письмо Сергей я думаю так что Библия которая появилась в доступном варианте она это все сделала не должно было бы быть простому народу священное писание священное писание должно быть у священника и бископа и они учили бы и никаких всех не было бы а вот когда напечатали библию распространили и вы усердно помогаете распространять каждому евангелия вот из этого 5000 10 тысяч этих секторов карта своя какие заявления это делал грамм тихо подожди давай исторически подойдем да все народы они исторически в домах не имели священного писания но вот еврейский народ они постоянно не знали нового завета не знали но ветхий завет Танах и Тору изучали постоянно все и они это сохранили и пронесли через века вот они библию сохранили и постоянно изучали и второй вопрос на это не ответишь ты никогда почему душа человеческая она тянется к священному писанию почему она насыщается священным писанием почему хочется изучать его и это ты не ответишь а это необходимо поэтому грешили те кто скрывал священное писание и апостол Павел он как учил чтобы это для чего он писал чтобы люди это знали чтобы поступали по этому а не для того чтобы это скрыто было я по своему неразумению сказал вот это из наших вот моей родни которая вся была ну я слышал жил с родителями никого не было чтобы кто-то куда-то ушел какую-то другую веру все верили да так истово верили ой-ой-ой если это постный день то есть посты держали праздники держали мы праздники держали они и гуляли все это проще табака не курили нельзя это внешнее благочестие но смотри иудеи они тоже пребывали в вере верили исполняли все что было заповедано Богом а Христос пришел и тогда бы Христа бы не надо было если бы достаточно было одних исполнений Псалты-то у них была понимаешь Сергей Псалты-то Псалты-то читаю это же масло елей для души Псалмы Сергей Михаил прекращаем а мы не подеремся так по стакану что ты боишься есть еще желающие спросить может быть мы же не одни здесь час у нас прошел пожалуйста задавайте вопросы вот смотри последнее вот ты задал это самое там вот интересное есть такое делая добро да не умываем послание галатам значит что всем а наипаче своим поверь апостол Павел говорит и тут же в дом не пускать это уже другие по-другому учит враг твой голоден напои напои и вот это фарисей ну как не сообщат впрочем не со всеми с братьями а тот кто называет братом остается блудником или каким-нибудь лихаимцем лихаимцем или а так внешне судит бог то есть такого нет чтобы совсем не сообщаться и выйти из мира это монарх придумает но я попробую значит это противоречие растолковать так впереди говорит вот и там мы сейчас читаем который запрещает приветствовать людей не приносящих всего учения выше он говорил о людях которые отвергали Христа пришедшего в оплате вот вот таких вот и не нужно принимать врагов врагов Христа Христова вот их нельзя приветствовать я здесь вполне соглашусь сейчас приму под Сергеем написано с блудниками не сообщаться да у нас в общине был ну хороший порядочный блудник у него там дружины было в общине кто барнаульский бакист не знает про кого я говорю а вот в евангелии написано он мне потом показывает блудников приюбоди судит бог я что ему должен был сказать на это а я просто растерялся ну не знаю я тогда прости пожалуйста брат дорогой я больше ни о чем не дайкаться не буду судить тебя не буду а это ты его не читал а разве вы не знаете что святые будут судить нет читал такое судить не судит а он говорит я блудник а что ты меня судишь что ты такое я блудник блужу и буду блудить и буду называться братом не смей меня обречать и не смей меня учить я не пускай ооо да брат заходи давай вместе блуданем водочки выпьем девочек связываем ну и кто такой я к тому привел что библия много знать ну если нет у тебя не научен как следователи ну не понимаешь толкование то есть это ну это должен вот я обратно скажу что это ну должен епископ или митрополит священник а вот они как скажут так и делают нам православным нужно было поступать и все а вот когда все читаем библию и нужно же отвечать на все вот он мне сказал блудиком прелеподел судит бог а я больше не нашелся еще что сказать ему хорошо библия конечно хорошо что библия есть но из-за этого вот может быть господь ведет народ свой таким образом чтобы дал писание всем а теперь пусть каждый по удостоверению ума своего и поступает сообразуюсь с этим писанием вот даже мы сообразились и учимся чтобы знать от кого и что отвечать когда Атамар искушал Христа Христос как ему всегда отвечал трижды написано 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 и тебе бы сейчас Христос с блудником будет написано и тоже с блудниками кто называет такими они есть вместе и все а ты раз этого не считал и все но не с блудниками мира сего если он не верующий блудник я общаюсь с ним да Олег Свал пожалуйста вы извините меня конечно я бы хотел что когда говорят об баптистах что там кто-то там такой чтобы не было поношения на всех баптистах потому что баптисты очень жестко к этому относятся и что если там кто-то отдельно имел такое мнение что там что это не блуд там что там прочее у них так поучение нет чтобы вы не заблуждали я вот что хотел прояснить потому что я не хотел бы чтобы было искажение и я против этого всего надо объясняться что был верующий по имени человек какой-то предполагаемый как бы называешься а когда говорят вот здесь баптисты слушайте ну же я надо как-то определиться у баптистов такое учение или это какое-то частное лицо премьер не волнуйся не волнуйся брат Олег у нас православие таких больше даже так что не надо с грудью защищать мы все правильно понимаем я хочу прояснить прояснил слава богу я бы мог прояснить Олег в московской общине я очень хорошо встретился с этим делом в 77 году один из помощников пресс-фитера московской общины это большое московское который боролся за чистоту церкви меня не принимал это все КГБшные дела там были а потом оказался исключенным и вообще служение ему запретили в московской общине почему блуд он везде на всех действует ну да это так падают и там и там люди везде и поэтому не так что там падают а здесь не падают Сатана всех хочет столкнуть в одну яму Сергей можно спросить по последнему что мы читали написано потому что приветствие от нас должно быть делом только тем кои единонравны и единоверны с нами то есть единоверны как бы понятно это как бы конкретно единовера вот слово единонравны вот это мне кажется нам бы порассуждать вот над этим словом единонравны кто для нас единонравны то есть то есть нрав мы имеем какой нрав христов нрав значит и всех остальных должны отсекать то есть если брать допустим там баптистов там ну любые другие секты например они как бы нрав то у них как говорится христов они же все стоят под слагом христа то есть вот вот это вот определиться со словом единонравны потому что всего лишь два слова дано единонравны и единоберны я могу кратко сказать вот в деревне потеряевке сто лет назад ты подождите вы слово по поднятию руки я вам слово не надо смешать Игорь Семцов можно я скажу нет сейчас вопрос был задан как бы мне сейчас погоди отвечай спрашивайте вот Игорь Дубунов молодец можно я скажу я ведущий пожалуйста не смесь я не рекомендую значит Игорь Дубунов вот отвечай как ты считаешь что ты динар верными и единонравными я не я скажу как православие считает ни я не считаю значит что такое единоверное это понятно Олегу потому что у него библия в руках а единонравный нравный надо было сразу сказать слово нравственность которое такое забитое у нас если что сразу о нравственности все говорят так вот почему как нравственность допустим у баптистов и у православных одинаковая же должна быть ну то есть не будить благочестиво одеваться ну как раз это вот у баптистов то и нет они выпустили это особенно не надо меня перевелать я хорошо знаю особенно которые сейчас неотделенные то есть что такое нравственность для Христа было ну как вы говорите о Христе это совершенно верно первым первым делом нужно исполнять законы все Христовы допустим борода сейчас сразу скажут там что борода спасает да закон есть левитам 9 глава 27 главы говорят об этом какая должна быть борода у человека у мужчины что ее даже не касаться и так далее это все относится к нравственности баптистов это сейчас не касается ну не только баптистов мы просто сказали коснули баптистов вообще все 50-ники дальше платочки на голове а зачем они женщине у них там волосы есть так ну волосы дальше начали стричься а штаны все ходят в штанах и у баптистов и везде особенно сейчас эти свидетели все в костюмах в этих брючных ходят женщины это тоже к нравственности относится это тоже нельзя делать не будет исполнять женщина или мужчина не будет и дальше пояски а зачем поясок в 144 раза библия говорит о пояске пояс это верность Христу это всегдашнее желание идти на проповедь ну еще можно добавить это кратко чтобы начать разговор я хотел бы сказать дело в чем маленькая добавка к нрав подождите не выкрикивайте я вас отключу Олегу слово я хотел сказать что вот здесь слышу в отношении баптиста я в принципе здесь не призван как бы баптиста защищать но дело в чем когда говорится вот так баптист от баптиста разница не все баптисты такие баптисты которые вы называете поэтому я бы предположил вам говорить вы говорите как-то без упора говорите делается вот так а здесь когда делается упор на друзья ну как-то будет нечестно согласитесь мне тоже есть что сказать в отношении православия сказать у вас вот так и так ведь я это не говорю говорите по учению конкретно а здесь когда вот там все я знаю людей которые очень строго сдерживаются и как бы такими словами можно было сказать форы православные тут еще выдано поэтому не надо не надо так говорить все понятно Михаил тебе слово Игнатий Тихонович говорил когда он еще не трожь меня как-то как только тронул ну не я же выключаю это уже сколько раз так было Надежда Васильевна одно слово сказала и ни один программист не может направить ей одно слово не так сказала все сгорело и сколько не ходи или хоть в Москву отправляй вот смотри ну не я же это делаю я стою рядом я неприкасаемый сколько раз говорил уже про это а этот сунулся тронул на меня тогда этот помогал нафанаил ну куда больше наказания это в 19 томе у нас есть книга 19 открытым оком она такая как стальная вот на низу и он там написал целый трактат теологический факультет заканчивал и что случилось полное поражение потерял веру полностью размонашился и женился то есть живет прелюбодеем и его никто венчать не будет монахов не венчают я ему говорил зачем ты трогаешь меня не трожь тебя бог поразит а не люди не любят это когда я так говорю ну вот прямо пример вот у нас был этот восстал Саша Дмуха полностью отнял веру совесть все отнял как вот на помойку выброшил как падаль какая валяется всякую сквер но одна лошадь вот он еще не понимает я могу назвать таких людей очень много нормально все было натолкнулся на меня и как помешанный сделался я говорю ну не трожь ты меня не надо трогать я вас не трогаю и вот он только тронул вот доказательство все вышибло и как будто никогда не было никто не трогал только закрыть программу да зачем ну и бегал на большой перемене что делать вот как раз и все я даже не знаю что он там я в потеряю и на этом все закончилось ни звука ни привета больше ничего не нажимайте у вас у вас работа идет нажимать еще не надо нет вот видите песочница то есть нельзя сейчас нажимать пускай он прокрутит вы выключили скайп сейчас еще делать ничего не надо вы выключили скайп он сейчас свернется ну видимо уже все он говорил что уже час прошел ну 14 минут осталось ладно на этом так а если я выключу и скажу что подсоединил ну она песочница как ее убрать то ну вот в том то и дело что никакое вот нажать здесь и здесь нажать вырубиться а потом открыть а то еще не дашь что крутит а закрывайте мне что попробуем еще будет это не работает так тут вообще непонятно еще сказать окей вам не надо нажимать вы сейчас команды много надаете она вообще зависнет весь компьютер ну она зависла все уже зависла и так еще где-то вот какая погода пошел снежок вот так я понял мы нажимаем на четверку надо не на четверку